мои вы золотые мама занимается своими делами они тут тихонечко сидят и делают обложки для учебника посмотрите сколько уже много они сделали нам завезли в матеран наконец-то вот такой вот пленка хотя есть у меня не было в школе но вообще я знаю что сейчас уже продаются где-то но почему-то не у нас смотря не и поблизости тоже я не видела именно уже готовых обложек а вот у нас вот так вот приходится все это степлером фиксировать они еще видите здесь скотчем молодцы это папа придумал артур это хорошо так крепче будет лучше держаться всем привет друзья меня зовут наташа вы на канале замуж в индию и значит я сейчас буду впервые на ваших глазах пробовать вот этот вот фрукт парам говорит что он много раз съел это называется бычье сердце парам как называется на хинди этот фрукт рампал инкарната коситопал в общем я почитала в интернете фрукт очень полезный полезен для тех кто планирует похудеть сейчас я привык на секунду папа рам поговорить по телефону клиента иди артур сам видишь папа уже вызвали клиенты иди сам делай обложки и так продолжим значит этот фрукт помогает худеющим сбросить вес также для диабетиков тоже очень полезен и улучшает состояние кожи и волос это как раз для меня хорошо мне так интересно я с таким интересом пробую новые какие-то блюда новые фрукты я не знаю даже я сейчас так разломала может быть как-то по-другому его нужно есть вот посмотрите как это выглядит внутри похоже на костер apple а на вкус и на вкус тоже похоже очень сладкая очень маслянистая очень-очень вкусно так что друзья пробуйте показываю еще раз вам фрукт в разрезе он действительно стоит того чтобы его попробовать кислее чем костер apple костер apple знаете слишком такой прям приторный сладкий вкус а этот более кисленький мне даже больше нравится мы учебники покупаем не так как у нас было в школе до попользовались потом сдали в библиотеку и следующем а здесь это все наши учебники но учителя ругают если без обложек то выговор строгий пор хую кол парам сейчас звонит тому мужчине который должен нам денег мы вообще сейчас едем в город в банк нам нужно срочно и еще и как кое-какие дела мы сейчас проходили мимо стаи компании большой обезьяны одна из них хотела артура за ногу уцепить они поймут что это такое артур почему к тебе пристают все животные мы с парамом идем нормально никто на нас даже не смотрит из этих обезьян прошлый раз пчелы чуть не покусали именно артура пчела злая пчела заинтересовалась артур кино и прическа это все твоя прическа артур кстати насчет пчел все очень серьезно нам рассказали что неделю назад одного туриста покусали пчелы он приехал сюда с детьми гулял по лесу и они ели как говорится ноги унесли бежали до ближайшего магазинчика чтоб там спрятаться на детей слава богу пчелы не тронули некоторые свои дела мы решили и сейчас заехали в мебельные здесь продается бы ушная мебель хотим кое-что присмотреть я думаю вам будет интересно тоже я хочу купить артуру письменный стол как компьютерный стол вот мужчина предложил такой вариант но это вообще абсолютно абсолютно не из этой оперы стул кстати классно если его немного реставрировать но или или много реставрировать на стол действительно интересный халмачки на сколько такой стол стоит 500 рупий но неплохой вариант но тут как бы очень много работы если реставрировать вот это сверху полностью нужно менять все лаком вскрывать естественно заниматься этим никто не захочет 1800 вот такая вот тумбочка я считаю что это дорого хотя вот тумбочка может быть нам бы и пригодилась сюда можно сложить артура учебники все его карандаши ручки если в принципе сверху можно на ней и писать делать уроки ему не так часто приходится делать домашнее задание в основном это для того чтобы все сложить аккуратно иногда только да вот он в основном же входит дополнительные занятия и там и домашнее задание решает все ну тысячи человек экспенсив тумач 1800 это очень дорого для такой одороблены он еще сейчас напротив зайдем магазинчик там еще посмотрим вот еще кровать артур говорит ни в коем случае не хочешь кровать не хочешь отдельно спать артур нихо я решила ненадолго прервать видео для того чтобы рассказать вам недавнешний разговор по поводу кроватки с парамом и артуром ну и кое-что уточнить меня испугал ай бейки на видео окей поменец также меня все отвлекать секунду продолжаю значит у меня на канале даже есть видео старое я рассказываю подробно о том что я вместе с мужем спим отдельно что я на кровати сплю вместе с артуром и для индии это абсолютно нормально для индии еще более нормально когда муж жена и ребенок спят в одной кровати но лично мне бы уже хотелось бы спать отдельно мы с артуром спим но практически как бы отдельно он под своим одеялом я под своим единственное что ему важно чтобы я на ночь прочитала сказку обняла поцеловала пожелала спокойной ночи иногда он среди ночи просыпается ему важно чтобы он видел чувствовал что я рядом ему так спокойно вот ну если спать с парамом то это это по-любому не вызвать а я с ног валюсь я когда ложусь вместе с артуром читаю ему сказку и мы вместе с ним и засыпаем не очень устаю мы рано ложимся рано просыпаемся вот и буквально на днях мне моя подружка подружка с родины присылает фотографию раскладного кресла они купили кресло для своего шестилетнего ребенка у них небольшая как у нас жил площадь и они вот таким вот образом решили этот вопрос я считаю что очень удобно действительно да вот днем куча свободного места когда это кресло а на ночь раскладывается диван и все всем хорошо всем удобно и показываю же эту этот вариант своему мужу и арту вот артур стал очень эмоционально возмущаться мол я категорически против но мне стало интересно говорю артура до какого возраста вообще ты планируешь спать со мной он говорит ну как женюсь так сразу я думаю что раньше получится но сейчас вот у него такие планы на будущее и парам у меня поинтересовался мол наташа а как же вообще у вас положено мол у нас в индии даже у кого нет проблем с жилплощадью все равно спят вместе это вполне нормально папа мама ребенок или там бабушка это как у вас вообще положено в каком возрасте отделяет ребенка от мамы я ж по раму говорю когда я родила артура ко мне пришла педиатр и говорит обязательно ребенок должен спать отдельно в своей кроватке ну у меня в принципе была кроватка но он в ней не спал и больше эта кроватка служила как вешалка туда складывала там пеленки и все остальное и дальше по раму рассказа когда ребенок чуть-чуть подрастает потом он отдельно спит на своей кроватке в своей комнате вот так вот у нас положено я вот это вот по раму рассказала парам на меня смотрит вот такие вот у него глаза и он знаете абсолютно искренне мне говорит он недоумевает мол зачем тогда вообще зачем тогда вообще рожать ребенка если вот так вот его с малых даже не лето с дней от себя отделять как зачем тогда ведь я и мои братья спали с мамой как это замечательно потом когда все сыновья по вырастали появился первый внук я вам его показывала и швант здоровый красивый парень без отклонений так скажем так вот он до 20 лет спал вместе с бабушкой именно с бабушкой у него большая привязанность именно к ней пока ее не стало он все время с ней рядом спал но и уточню чтобы не было никаких там глупых фантазий спят они в одежде индийцы вот ну все давайте продолжать смотреть видео 1800 и плюс еще сразу надо накидывать как минимум тысячу за доставку говорит за полторы тысячи забирайте в этом магазине продается новая мебель и тоже вот я думала что сейчас уже не продаются новые шкафы вот такого формата как сейфы металлические оказывается выпускают до сих пор выпускают новые значит пользуются спросом надо конечно удобно в сезон дождей когда большая влажность деревянная мебель без покрытия покрывается плесенью а это вот как бы защита от плесени защита от пожара ну я же говорю как сейф они закрываются на замок такие шкафы а ну парам хау мачтис в том магазине где новую мебель продают нет продавца мы тут рядом зашли еще вот магазин с бэушной вот нам предложили вот такой вот компьютерный стол но посмотрите но он боже мой это же старье неужели ничего не ну или может если отмыть но тоже тут нет много фурнитура уже отсутствует тут какие-то видите дощечки покорежены две тысячи вот я думаю неужели не стыдно им просить две тысячи за такое старье мы опять вернулись там где не старье а новье здесь я вот смотрите даже вот этот не продавец я так понимаю как охранник здесь нам не показал я сама нашла вот такой вот стол компьютерный 5000 стоит а эти шкафы он сейчас позвонил хозяева уточнил цену а шкафы по 8000 8000 вот такой вот новый металлический шкаф артур иди ты смотри тебе нравится там и тебе выбираем очень при очень говорит ну да надо еще с компьютером ну что парам what do you think да ну конечно не предел моих мечтаний но уже хоть что-то окей парам виман штаскин матера надо будет спросить матеране у нас есть мастера которые изготавливают на заказ мебель для отелей конечно они берутся уже знаете как оптом много кровати много там столов так далее возможно можно будет договориться и на заказ сделать такой вот компьютерный стол сколько они за это попросят мы узнаем уже сравним цену и будем решать я просто думала что мы найдем где-то за тысячу нормальный бэушный компьютерный стол размечталась что-то непонятное поднялся такой ураган я сейчас быстро скажу и закрываю рот потому что прямо песок в рот залетает всю дорогу прямо с байк сносит заехали на рынок уже купили фрукты я решила вам показать как это происходит вот посмотрите вот здесь лавочки здесь что только не продается и по проезжей части ходят люди тут же байки вот мы заезжаем еще рыбу купить вот такое вот движение и сейчас себе ногу наверное здесь все столпились я так заорала чем по рамам остановился байка наклонился и и прямо этот рядом проезжал и мне по ноге не знаю вроде нормально двигается сейчас наступлю на нее все более или менее но но проблем больше испугалась сбылась мечта first time на первый раз ой какой он красавец вы только посмотрите какой счастливый я наверное эти фотографии лучше не буду вам так показывать а размещу их видео а и 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 Давай, Артур, слушайся, учительницу, веди себя хорошо, будь умничкой, береги себя. Ребенка отправила с папой в школу и осталась дома сама, наедине с собой, так классно. Ребята, каникулы у нас были, кто не в курсе. И у Артура друзья просыпаются очень поздно, часов в 10, пока помоются, пока позавтракают. В общем, где-то до часу дня Артур все время был со мной, у меня на голове. А я вообще, знаете, такой человек, что мне очень важно какое-то время провести в одиночестве. Особенно по утрам, иначе я становлюсь очень раздраженной, причем, ну, как говорится, без особых причин на то раздражаться. Вот такой вот уж я человек. Вот, сейчас буду готовить, кушать. И надо самой тоже бегом позавтракать. Чищу лук. Все так быстро, знаете, получается, когда никто не отвлекает. Сейчас у меня картошечка варится, сейчас мы ее посолим. Здесь у меня фасолька. Сейчас картошка сварится, и начну себе варить завтрак. Овсяную кашу. Слушайте, позавчера Параму приготовила его любимый овощ, окру, бамбе или леди фингер у нас называют. И рецепт я, по-новому рецепту, рецепт я позаимствовала из интернета. Им поделилась тоже блогер, которая вышла замуж за индийцами, но я имя не буду говорить. В общем, приготовила, а Параму не понравилось. Но я попробовала, ну, вроде нормально, вкусно. Но я в основном же для Парама готовила. Сейчас с утра достаю, смотрю, он не тронул. Думала, вечером поужинает этим. Он не стал есть. Я говорю, Парам, давай ты готовь, и я запишу рецепт для зрителей, как правильно надо готовить. Ну, знаете, он прямо так возмущался, что что это ты, что это ты, ну-ка, прямо там испортила продукт. Его любимый. Придется выбрасывать, я тоже такое не ем. Парам меня приучил, есть только свежую еду. Так, ну вот мой суперполезный завтрак и готов. Посмотрите, овсяная кашка, чуть-чуть маслица, зелень, яйцо и морковочка. А, еще чай, зеленый чай ароматный. Самое главное, друзья, это успеть вовремя показать, снять на видео свое диетическое питание. А то, может быть, завтра уже сорвусь на булочке с маслом и сыром и с конфетами. Я пошутила, если кто не понял. Я действительно очень серьезно за себя взяла. Сейчас Парам позвонил, сказал, что провел Артура в школу и по дороге покупает курочку домашнюю. Так что приготовлю сейчас суп куриный. И потом, чем мы будем заниматься вместе с Парамом, пока Артур не придется в школу, я об этом расскажу и покажу уже в следующей серии. Так что, кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...